Здравствуйте, с вами Вяткин Александр, и это канал Команда Гост Плюс. Я тут недавно выпустил ролик «5 способов сэкономить на монтаже, не потеряв в качестве». И к своему удивлению обнаружил, что в нашей стране оказалось еще остается много адептов монтажа электропроводки до штукатурки. Это, конечно, удивительно читать подобные комментарии в 21 веке, но тем не менее, факт остается фактом. Более того, недавний опрос в группе «Электрик» показал, что только 20% специалистов рекомендуют монтаж исключительно после штукатурки. А это, на секундочку, самое профессиональное сообщество из всех, которые мне известны. И значит, пришло время нам подробно разобраться, почему монтаж до штукатурки – это пережиток прошлого, и какие проблемы он может вам принести. Только у меня к вам огромная просьба – сначала досмотрите ролик до конца, а потом оставляйте комментарии. Итак, давайте по порядку и по пунктам, как вы любите. Первое. Вы создаете проблемы и усложняете работу штукатуров. Ведь все эти свиные хвостики из кабелей, которые вы оставляете для подключения электроточек, просто невозможно обойти правилом, не обесценив главное назначение штукатурки – выравнивание стен. И ладно бы этот способ монтажа отстаивали только электрики. Большинство из них по барабану кто там и как будет колупаться после них. Но и существуют в природе еще и штукатуры, которые добровольно идут до подобного извращения, говоря, что нам ничего не мешает и мы все делаем ровно. Нет, друзья мои, это откровенная ложь. 2 плюс 2 никогда не равно 5, и вашу ровную работу забракует любой нормальный третий курсник из строительного ПТУ, вооружившись только уровнем и правилом. Разумеется, существуют в природе маляры, которые способны даже в подобной ситуации сделать штукатурку ровно. Но вот стоить это им будет неоправданных усилий. Вообще найти нормальных штукатуров ничуть не легче, чем нормальных электриков. Это, как говорится, проверено на себе. И дополнительно усложнять работу и без того не очень профессиональным мастерам – это очень плохая идея. Второе. Обратная ситуация. Штукатуры портят работу электриков. Банальное раздолбайство и пофигизм, широко распространенные на всем рынке отделочных работ, приводят к тому, что кабели оказываются случайным образом повреждены шпателями. Причем узнаете вы об этом совсем не сразу. Могут пройти годы, прежде чем поврежденный участок оболочки начнет провоцировать срабатывание УЗО. Ну а где именно находится повреждение, вам уже никто не расскажет. И еще один очень сомнительный бонус от монтажа до штукатурки – это то, что про точное расположение выводов кабелей можно будет забыть. Штукатуры выведут кабели как получится, и никто не будет сверяться с проектом и ловить сантиметры лазерным уровнем. Поэтому, к примеру, бра в прикроватной зоне, висящей на разной высоте – это теперь ваша реальность. Третий пункт – создание проблем самим себе. В этом пункте все упирается в подрозетники, с установкой которых вам гарантированы проблемы в случае монтажа до штукатурки. Во-первых, если вы устанавливаете подрозетники вместе с прокладкой кабелей, вы гарантированно не попадаете в плоскость стены. И ладно, если там пара сантиметров, которые можно компенсировать более длинными саморезами. Да, поставить розетки нормально вряд ли получится, но подложить каких-нибудь щепок, спичек и с виду будет типа норм. Но чаще всего там, где вчерашние штукатуры говорили что-то типа «стены ровные, сейчас два слоя прошпаклюем и всё», сегодня приходят другие отделочники, так как со старыми заказчик не сошёлся, и эти два слоя шпаклёвки превращаются в 7 полноценных сантиметров штукатурки. И над вашими подрозетниками можно смело установить ещё один такой же, даже место останется. И это не мои фантазии, а реальный случай из практики, когда я ещё был малый глуп и тоже пытался монтажить до штукатурки. Отдельный вопрос – это установка подрозетников по маякам. Тут с плоскостью проблем избежать можно, но вот стоить вам это будет неоправданных усилий, так как без специальных приспособлений установить подрозетники и не завалить горизонт будет весьма проблематично. Да и предыдущие два пункта от вас тоже никуда не денутся. При этом малейшая ошибка электрика по выставлению плоскости относительно маяков в обязательном порядке закончится кучей проклятий от штукатуров и кривой стеной. Отдельным, четвёртым пунктом я выведу шаманизм с подрозетниками. И тут у нас есть целых два варианта. Первый – оставление свиных хвостиков из первого пункта и сверление лунок для подрозетников после штукатурки. Я недоумеваю, почему я тут вообще должен что-то объяснять. Понятное дело, что когда вы пытаетесь алмазной коронкой, которую раскручивает до 2000 оборотов, полуторакиловатная 5-килограммовая машина высунуть отверстие максимально близко к торчащему кабелю, любое неосторожное движение превращает его в лохмоте. Да, понятно, что после такого никто менять вам полностью кабель не будет, а просто скрутят и замажут штукатуркой. Пока заказчик не расплатился, проработает точно. Но и в случае удачной операции по высверливанию лунки вам ничего хорошего не светит. Так как кабель нужно еще довести от места выхода до подрозетника, а он совсем не для того был изготовлен, чтобы его зубилом выковыривали из застывшего насмерть раствора. И никакой нормальный производитель кабелей в здравом уме вам никаких гарантий уже не даст. Да и учитывая то, что хвостики выводятся штукатурами в рандомном месте, о чем я говорил в первом пункте, то все свои хотелки относительно точного расположения розеток и выключателей можете смело забыть. Теперь розетка не на 2 сантиметра выше прикроватной тумбы, а где-то там. Второй вариант сверления лунок до штукатурки, но установка подрозетников после. Этот вариант получше в плане позиционирования розеток, но вот выковыривание кабеля из лунки по большому счету мало отличается от его выковыривания из первого варианта. А лунки, в свою очередь, будут, скорее всего, наглухо замазаны раствором. Или же они будут свободны, но вокруг них будут такие наплывы штукатурки, что вам придется еще порядком подраздолбать стену, чтобы подрозетники попали хоть в какую-то плоскость. А потом все это выравнивать самостоятельно, так как штукатуру со спокойной душой делегировали это мероприятие вам. И вашего согласия, разумеется, никто не спрашивал. Ну и главная фишка обоих этих вариантов – промежуточный этап работ. То есть при таком варианте электромонтаж делится не на черновой и чистовой этапы, а на черновой, установку подрозетников и только потом чистовой этап. В двух словах – это максимальная нерациональная растрата времени. Пятый и еще не последний пункт – это неправильный выбор кабеля. Монтаж до штукатурки априори предусматривает отсутствие гофры и применение плоского кабеля. Но чтобы избежать проблем, о которых я говорил вот здесь, это должен быть кабель марки ППГ, а не ВВГ. Но вот беда – плоский ППГ невозможно нормально разделать. Он дубовый по своей природе. Нормально разделывается только круглый ППГ с наполнителем. И то не всех производителей. Но это не беда, так как добрая половина из тех, кто сейчас хейтит в комментариях, вообще сейчас про ППГ в первый раз услышали. Специфика такая – хранить древние знания, пренебрегая новыми. Кстати, про новинки. Прекламная пауза. Сегодня хочу рассказать о новом вольтамперметре – РБУЗ. Для чего и какую функцию выполняет вольтамперметр в квартирном электрощите, я подробно рассказывал в своем ролике про идеальный щит. Но, к сожалению, именно этого устройства тогда еще не существовало. Почему к сожалению? Судите сами. Новое устройство РБУЗ ВА1РЭД, помимо стандартных показаний тока и напряжения, также способен показывать дополнительные параметры сети. Например, активную, реактивную и полную мощность, а также коэффициент мощности, то есть косинус фи. Да-да, по нему можно изучать электротехнику прямо у себя в квартире. Дополнительно, ВА1РЭД имеет встроенную память на 100 записей, в которых он регистрирует отклонение параметров сети. То есть, превышение верхнего или нижнего предела напряжения, а также превышение максимального тока. Еще есть ряд дополнительных настроек, таких как калибровка и настройка яркости. Само устройство имеет размер в два модуля, при этом выглядит очень современно и прекрасно вписывается в один ряд с щитовым оборудованием любых производителей. В общем, все ссылки в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. И продолжаем мы шестым пунктом, про отмазки. Я встречал как в комментариях, так в своей практике утверждение о том, что если штробить после штукатурки, то что-то там потрескается, либо штробы будет невозможно замазать, чтобы они не проступали под краской или тонкими отбоями. И это отборный бред. Я тут даже углы смягчать не буду. Если вы слышите такое от штукатуры, смело выгонять его нафиг. Этот человек никакого отношения к нормальным штукатурным малярным работам не имеет. И кривые стены это самое безобидное, что вас ждет. Вообще, штробление после штукатурки это наилучший тест на прочность, в ходе которого невозможно скрыть косяки и провалы, которые допустили маляры на этап подготовки стен. Поэтому та часть из них, которые заведомо не собирались вам предоставить качественную работу, будут всеми силами впрягаться за монтаж электрики до, чтобы их косяки вскрылись как-нибудь лет через 5-10, а не здесь и сейчас, когда их можно поймать за шкирку и заставить переделывать. Вместо тысячи слов просто посмотрите это видео. Разумеется, штукатурка бухтела еще до того, как мы пришли на объект со штробореза. Но откуда заказчику, который с этим никогда не сталкивался, знать, как должна звучать штукатурка на простукивание? А вот такую визуализацию может понять каждый, независимо от своих знаний о строительных работах. Если оштукатуривание сделано качественно и на этапе подготовки не было допущено косяков, то вы хоть штробите, хоть долбите, штукатурка никогда не потрескается и не будет отваливаться слоями. А в противном случае штукатурка рано или поздно повиснет на обоих. Только вот искать виноватых будет уже поздно. Следующая отмазка. Заказчики настаивают на монтаже до штукатурки, так как не хотят платить за штробление. И у меня к вам встречный вопрос. А кто из вас специалист-то? Вы или заказчик? Нет, просто представьте себе ситуацию. Вы приходите на прием к стоматологу и говорите ему. Братан, мне никаких снимков не делай, каналы тоже лечить не надо, так чисто грязь убери и у меня тут алебастр с собой вместо пломбы. Я за пломбу платить тоже не хочу. Сделай по-братски за пятихатку. Дичь, да? Но почему-то в ремонтных работах многие считают подобную ситуацию нормальной. Ну а если вы заказчик и смотрите это видео, пожалуйста, не заставляйте монтажников заниматься подобной ерундой. Они потом на вас у нас в комментариях жалуются. Как эпилог, для меня оказалось удивительным то, что мы тут рассказываем про защиту от импульсных перенапряжений, УЗО типа ISI, безгалогеновые кабели и так далее, в то время как полстраны работают методом середины прошлого века, да еще и готовы эти методы защищать. Ну и раз уж нам пришлось опуститься до подобных банальностей, давайте в одном из следующих роликов я расскажу вам, например, как спустить к электросчету 100-500 кабелей, да еще и в гофре, чтобы при этом стена не рухнула. Или как делать скрытый монтаж в панельных домах, где штрабление в принципе по идее запрещено. Ведь как оказалось, эти вещи для многих тоже тайны вселенского масштаба. Напишите в комментариях, какая тема вам интереснее. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и безопасного вам электричества. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и заглянуть в нашу группу ВКонтакте. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+.